На семинар учебы в областной центр Брещины приехал секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению референдумов Николай Лазовик. В своей вступительной речи он отметил, очень важно обратить внимание на особенности избирательной кампании. После прошлых парламентских выборов в законодательство внесено много существенных изменений, и они должны быть досконально изучены участниками процесса. Самое главное изменение состоит в том, что сейчас подсчет голосов будет проходить по мажоритарной системе относительного большинства. То есть, если баллотируется несколько кандидатов, то победителю не обязательно набрать больше половины голосов. Он должен набрать больше, чем остальные. Изменилась система комиссий. Важную роль в организации выборов имеет областное звено. А раньше у нас областных комиссий не было. Сейчас закон предусматривает, что кроме окружных комиссий, еще есть и областные комиссии, которые получили полномочия частично от окружных и частично от Центральной избирательной комиссии. Изменилась система информирования населения. Окружные избирательные комиссии должны будут выпустить общий плакат с именами и информацией о кандидатах в депутаты, а также листовки. Новшества внедрены в систему финансирования. Некоторые изменения уже были опробированы на выборах в местные советы депутатов, а также в ходе президентской избирательной кампании. Но для парламентской они применяются впервые. Еще одна особенность. Отношения нашей страны и ЕС сегодня имеют несколько другой уровень, что отражается и на совместной работе белорусских и международных организаций. Уже перестали смотреть на Беларусь как какое-то государство, где ущемляются права человека, где нет демократии. То есть начали реально оценивать ситуацию в нашей стране. И по рекомендациям ОБСЕ, других европейских структур, здесь тоже вносятся некоторые изменения и дополнения, но которые не касаются законодательства, а практики применения законов. Ну вот в частности уже прошло формирование территориальной комиссии Брестской областной и окружных комиссий. И если сравнить с прошлыми выборами, то это формирование прошло более гласно. В помощь членам и председателям избирательных комиссий всех уровней были выпущены специальные учебные пособия. В них детально описаны все этапы проведения кампаний и самих выборов, а также даны методические рекомендации. Напомним, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдут 11 сентября. Продолжение следует...